Поразило что? Что они очень искренне на всех уровнях, начиная от заместителя министра иностранных дел, от высшего руководства, от главы, от региона, от главы города, они очень искренне, очень искренне отнеслись к нашему визиту. Не ограничивались просто этикетом. Они с самой первой встречи пригласили хор, камерин хор, который исполнял старинные русские песни на русском языке. Вы понимаете, это настолько мы были поражены, приятны, удивлены, что действительно выше всякой похвалы. Самые свежие впечатления от поездки. Греки умеют принимать гостей, будь то официальная делегация или туристы. По словам Леонида Кочетова, было бы вполне логично перенять этот опыт. Также подписание соглашения о побратимстве открывает возможности для сотрудничества в других отраслях экономики. Мы сегодня создали очень хорошее средство размещения, да, но в сфере обслуживания, в сфере внимания к отдыхающим, конечно, нам еще надо многому и многому учиться, и все мы это понимаем. Сегодня мы все знаем с вами, что очень хорошие виноградари греки, очень хорошие винодельцы, земледельцы. Мы им предложим, знаете что, приезжайте и выращивайте на нашей земле свои продукты. Поездку организовала национальная диаспора. В городе-курорте примерно 7% греческого населения. Они работают во всех отраслях, активно участвуют в городской жизни, сохраняя свою культуру. В Витязево ставят спектакль, единственный в России театр на греческом языке. В ближайшее время у анапчан появится возможность изучать греческий язык в школах. Это результат уже межправительственного соглашения. Я думаю, что со следующего года, при поддержке, конечно, и администрации нашего города, будет проведена определенная работа с управлением образования, с декторами школ. По желанию, это будет по желанию. Если школа захочет изучать этот язык, значит, там будут предоставлены учебные пособия, учебники, конечно же, преподаватели. Россию и Грецию связывают давние межцерковные связи, союзнические отношения в большинстве крупных войн. И сегодня участники делегации отметили дружественную атмосферу, а связи между городами укрепляют дружбу между странами. А анапчане свою лепту внесли.